Великое начинается с малого. Если брать в расчет ТОСы, то для них первым общим делом, пробой сил во взаимодействии с городскими властями, является участие в местном конкурсе социально значимых проектов. Его администрация Соликамска и фонд поддержки ТОС придумали три года назад. Нам очень приятно, что в принципе Соликамс стал одной из первых территорий вообще в Пермском крае, который в этом направлении стал активно двигаться, потому что сейчас инициативное проектирование, согласно 131 ФСЗ, должно быть во всех муниципалитетах. Работа над совместными проектами объединяет жителей и соседей. Пара примеров того, что уже воплощено на Клистовке благодаря конкурсу. Большая карта тропы здоровья. В сборе информации о маршрутах помогали школьники-пенсионеры физруки школ. Зимние и летние маршруты можно сфотографировать, чтобы выбрать себе оптимальную дистанцию и не заблудиться. Еще один пример удачно реализованного проекта – это благоустройство прилегающей к библиотеке территории. Красоту здесь наводили, что называется, всем миром, а вот этот арт-объект, домовенок Кузи, приехал сюда из Краснодара. И теперь с ним фоткаются и стар, и млад. И даже не только из Клистовки сюда приходят, чтобы сделать фотографию. В этом году конкурс социально значимых проектов ТОС финансово поддерживает компанию «Уралкалий». Отметим, общий бюджет конкурса – 450 тысяч рублей. Компания «Уралкалий» и депутаты-калищики всегда поддерживают такие начинания, потому что все это – реализация инициатив активных жителей, и все это на благо нашего города. На конкурс в этом году заявилось 10 ТОСов из разных частей города. Их проекты можно разделить по четырем направлениям. Это и обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство дорожек-тропинок и ландшафтный дизайн территорий. Все проекты и документы, которые прилагаются к проектам, проверены. Все проекты и документы к ним соответствуют необходимым требованиям, поэтому мы сейчас допускаем все проекты до конкурсного отбора. Конкурсная комиссия в составе депутатов городской думы, сотрудников профильных управлений и отделов администрации рассмотрела каждый проект, заслушала подробности по нему. В итоге конкурсная комиссия решила предоставить полное финансирование девяти проектам. Эти все проекты должны быть реализованы до 30 октября. Это, например, дворик детства в чертеже, участок дороги по улице Чапаева в Корякино. А мы еще раз напомним, что перемены к лучшему в нашем городе начинаются с нас самих. Очень большое влияние оказывают активные жители, которые живут у нас в городе. Вот связка активных жителей, депутат, администрация, вот она всегда очень хорошо работает. Высшая степень организации активных жителей – это как раз ТОС. Поэтому действие ТОСов и нас, депутатов, совместно дает очень хороший эффект. Надеюсь, что так будет и дальше, и количество ТОСов будет расти. Антон Старостин, Кирилл Литвин и вся телекомпания Соль-ТВ. Продолжение следует...